АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы? Да, да, есть вопросы. Да, конечно. Ещё такие спорные моменты было бы, сколько ходят, про вакцинации, прививки, может, про это пару слов? Я ждала этого! Я ждала его! Ещё пятнадцать минут! На самом деле, да, я с удовольствием просчитала вылиться. Вообще, да, на самом деле, да, похоже. Типа, подобное подобному, там, вот, типа, прививки тоже там, типа, как подобное подобному. На самом деле, во-первых, если взять нормально сделанную прививку, лицензированную любой нормальной старины, и провести анализ, там, на антигены, на ДНК возбудителя, вы его найдёте. Понимаете? Если вы возьмёте гомеопатию и проведёте анализ, вы ничего не найдёте, как сахар, вода, микрофон. Во-вторых, прививки, они работают, вовлекая нашу иммунную систему, там, действительно, очень сложный механизм, можно об этом долго рассказывать. Гомеопатия к иммунной системе не имеет никакого отношения. То есть она рушится на том, что там нет молекул, рушится на том, что там нет воды, и никак не работает. А вот прививки, там, я же говорю, там можно всё обнаружить, они работают, и они работают в эксперименте. Это очень важно. И, опять-таки, любая прививка, она не выходит на рынок, пока она не докажет свою эффективность накрыться. Например, в идеале это вообще на шимпанзе. Ну, а гомеопатия, я уже всё рассказала. Это, вроде, на первый взгляд похоже, но только на первый взгляд. Спасибо. Да. Если вам не хватает исследований, которые могли бы забить крышку в гомеопатии, то такие проводились в 2006 и 2007 в США. Что тут убить? Просто, во-первых, их проводили сюрприз-экономисты, во-вторых, они назывались, собственно, исследования эффекта плацебо, точнее, экономические аспекты эффекта плацебо. Ну, и суть экспериментов, они были совершенно шикарно поставлены в том, что люди в аптеке делали стенд. Рассказывали, что мы сейчас тестируем средства головной боли. Приходили люди, у которых болела голова. К ним подходил актёр в белом халате со стетоскопом, конечно же, с этой стабличкой, что он MD. Опрашивал у них, как они себя чувствуют. Они заполняли анкету, где отмечали на шкале, насколько у них сейчас болит голова. Им давали бесплатно таблетку препарата, которая, конечно же, представляла из себя некую смесь мела с сахаром. И называли цену, сколько эта таблетка будет стоить, когда этот препарат выйдет. И эффект абсолютно там полностью был пропорционален, во-первых, стоимости этой таблетки. То есть там, если говорили, что 10 баксов до таблетки, то всё, головной огонь просто проконирует. А если говорили, что он будет стоить 2 цента за таблетку, то там отмечали процентов 15-20-25, в зависимости от внушаемости. И второй нюанс, который действовал, это качество игры актёра. То есть там, чем более таким хорошо поставленным голосом он говорил, плавно, чем лучше был одет, то есть чисто визуально это эмоциональная картинка, тем сильнее пациент успокаивался и у него проходила головная боль. Собственно, на более сложные заболевания это тоже оказывает эффект. Просто как бы надо лучше информировать людей, что такое эффект плацебо и как он работает. Я об этом не знаю, я об этом не рассказывала, потому что это вроде как больше плацебо, чем гомеопатия. Могу поддержать разговор, моя практика. Есть вот определенный процент пациентов, тоже еще один повод, почему гомеопатия нужна, у которых проблема не в организме, а проблема в голове. При этом у них совершенно сохранена критика к себе и они действительно страдают. То есть если нормальный врач не может сказать пациенту, ты прикалываешься, ты придуриваешься, это ничего не болит, он не имеет на это права, это идеонтология, нельзя к такому пациенту относиться. На этот случай существует гомеопатия, вот в таких случаях мы ее используем. Надо вот больше антуража, вот то, что вы говорили, актерская игра. В кабинете есть сейф, в сейфе есть журнал под подписью. Значит, стоят пронумерованные баночки негомеопатические, знаете, вот эти с синими крышками, большинство знают, как они выглядят. Что-то там типа Pfizer или там Berlin Chemik, пронумерованное без названия или там какая-то химическая форма, в ней шарик, пять шариков гомеопатии. Торжественно, с ключом, достается эта баночка, ставится перед пациентом. Крутоцовывается журнал, говорит, вы знаете, нам привезли совершенно уникальный новый препарат. Ну, конечно, пока на стадии тестирования, но вы так страдаете. Я могу вам его дать. Здесь только пять таблеток. Он очень дорогой, но он очень-очень классный. Вот, пожалуйста, распишитесь, я буду распишивать. И вот в 95% через неделю он приходит, говорит, не лучше. А там вот смесь сахара с мелом. Поэтому гомеопатию назначить какую-то самую дешевую. И вы знаете, говорит, вот это вот принимайте, это тоже аналог, немного подешевле, конечно. Ну вот и все, и человек живет, радуется жене. Почему бы нет? Можно вопрос конкретный по одному препарату? Да. Есть такой вопрос, ой, вопрос. Такой препарат называется Рэмунс. Да. Рэмунс, да? Там в составе 40% спирта. Так что, получается, что это спирт воздействует? Он же там, этот глибактерический стриот. То есть, ну все, ок. На самом деле, мне надо, во-первых, перед названием точную инструкцию, потому что там может быть не 40% спирта, а 40% спирта в настое чего-то там, чтобы потом развить. Это указывается там. Потому что, ну, если 40% спирта, то это уже классифицируется как настойка. Это уже не особо. Там написано гомеопатия. Я знаю, да. Это Битлер делает. Там таблетки. Ну, то есть, скорее всего, вот там был слайд. Сначала... Ну, короче, там было написано. Да, пролистайте, пожалуйста, еще чуть-чуть. Вот этот. И вот тут написано. Вот 0,006 грамм. 0,006 грамм. И ты вычитаешь этот кусок. И такой, блин, так оно же не гомеопатическое. Вот. А тут сноска. 0,006 грамм в растворе, который развели в 100 в 12 степени. И вот эти вот вещи, они могут вполне существовать в растворе Ревенс. Вот. А есть насчет, может там быть спирт вполне. Я, честно, не помню просто инструкцию сейчас перед глазами. Во-первых, климакс женщины, ну почему бы и нет. Во-вторых, гомеопаты, так как не надо состав писать, взяли, был эксперимент, взяли тупо выборку из аптеки, там, какого-то противогриппозного препарата и сделали спектрофотометрию. В партии был пенициллин, это антибиотик. Конечно, человек устанет за два дня легче. При этом на укуковке все чисто гомеопатия. Ну, то они просто тупо подсыпают. Сыпают партию. И что? Да, все. Как дела? Не сидировано. Не сидировано. Все отлично. Уши немного горят, как будто кто-то обсуждает. Все, хорошо? Они смотрят, смотрят. Не-не, все отлично. Серьезно, на самом деле. Я думаю, она досталась. Если это все, то, во-первых, скажем Саше спасибо. Во-вторых, у нас сейчас перерыв.